Сегодня прокуратура стала правозащитным органом общественности, заявил студентом Владимир Паневежский. Ведомство теперь не расследует, а надзирает за правильностью и законностью следствия и реагирует на обращения граждан. Это и обеспечение детей-сирот, это и обеспечение детскими садиками, это и нарушение в системе образования, это и нарушение медицинского обслуживания, это и ряд других вопросов, которые сталкиваются каждый день. Именно жалобы людей на работу коммунальщиков заставили прокуратуру всерьез взяться за ЖКХ. В итоге 30 уголовных дел. Больше всех нарушений нашли у управляющей компании Сыктывкара ЖУК. Руководство этой компании, жилищно-управляющей компании, средства, которые собирали граждан, не использовали на оказание услуг, а именно использовали на свое обогащение. Деньги переводились на филированные структуры, приобретались средства транспорта, жилье, пользовались путевки туристические, приобретали и прочее, уезжали за границу, то есть тратились на все, но только не на оказание услуг. После лекции студенты засыпали прокурора вопросами. Бытует мнение о том, что служба в органах прокуратуры, она носит очень клановый характер, что там в основном действует так называемое кумовство, и прокурорами, как правило, становятся дети прокуроров. Ну, давайте начнем с меня. Да, значит, но у меня, значит, дочь и сын, дочь вообще по профессии врач. Вот, поэтому, значит, ну, сразу вопрос отпадает, так? Зять тоже врач, вот, поэтому тоже отпадает. Сын юрист, да, действительно юрист, он закончил юридический факультет МГУ, вот. Вот, и честно говоря, я хотел, чтобы он работал в прокуратуре вообще. Прокурор Коми заметил, он всегда любил трудовые династии. Но его сын предпочел коммерческое право и работает юристом в крупной московской фирме. Борис Попов, Артем Соколов, телеканал Юрган.